И снова здравствуйте! На связи снова канал АРС, и сегодня я хочу поговорить о таком необычном проекте, как водоплавающий атомный танк Chrysler TV8. Итак, поехали! В начале зарождения и развития ядерной энергетики эта тема, конечно, не могла не заинтересовать военных, причем в самых различных сферах. Реактор представлялся весьма перспективной силовой установкой, и в 50-х годах XX века сразу в нескольких странах велись разработки танков с такими установками атомных танков. Конечно, первый и, пожалуй, самый необычный проект был предложен компанией Chrysler для армии США TV8. По классификации Chrysler TV8 это средний танк с массой 25 тонн и экипажем из 4-х человек. Длина составляла 8,9 метра, ширина 3,4 метра, высота 2,9 метра. Интересной была и необычная компоновка этой башни весом 15 тонн и отдельное шасси весом 10 тонн. Башню можно было отсоединять для удобства транспортировки. Также абсолютно все, и двигатель, и вооружение, и экипаж планировали размещать именно в башне. Такая конструкция была призвана обеспечить TV8 возможность передвижения не только по суше, но и по воде, башня была водонепроницаемой. Для передвижения по воде устанавливались водоструйные насосы. Chrysler TV8 планировался так, чтобы защитить экипаж от ядерного взрыва, не открывая люков. Экипаж мог наблюдать за обстановкой через систему видеокамер. Они же должны были спасти от яркой ядерной вспышки. Первой предложенной для этого танка силовой установкой был привычный 300-сильный Chrysler TV8, который бы крутил генератор, питающий пару электромоторов, по одному на каждую гусеницу, шириной по 70 сантиметров. Концепция ядерной силовой установки заменяла V8 на паровой двигатель, работающий от атомного реактора. Броня была двухслойной, внешняя была многослойной, внутренняя была обычной толстой стальной. Оригинальная форма башни повышала процент рикошетов в случае попадания в нее снарядов противника. Вооружение составляли 90-миллиметровые орудия ТИИ, Э-208 с гидравлическим механизмом наводки, пара соосных 7,62-миллиметровых пулеметов и еще один 12,7-миллиметровый пулемет, оснащенный дистанционным управлением. В ходе рассмотрения проекта выявились и проблемы. Возможный длительный запас хода не означал длительность автономного использования танка, запас боеприпасов, запчастей и ресурс гусеничных лент были ограничены. Установленный реактор также представлял угрозу. В случае аварии или поражения противником он загрязнял бы большую территорию. Обслуживать такие машины могли только подготовленные специально люди. Но и стоимость, она была многим выше, чем при производстве обыкновенных танков. Все эти факторы в итоге не давали никакого выигрыша Крайслер ТИВИ-8 в битве с обычными танками, и поэтому 3 апреля 1956 года проект одного из самых необычных танков был окончательно закрыт. Был построен только макет, ни одного экземпляра ТИВИ-8 собрано не было. Пишите ваше мнение в комментариях. Спасибо за просмотр, оставайтесь на связи, до новых встреч.